МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем отличаются эти стаканы? Верно, один полон, а другой практически пуст. Так происходит, когда женщине 20 лет, а так, когда 40. Любопытно? Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Программа о том, как быть здоровым, а значит, счастливым. И с вами я, ваш знакомый доктор Анастасия Долгих. Как связаны стаканы с темой нашей сегодняшней программы, а также многие другие вопросы, мы разберём сегодня на эфире. Мне 40, и я беременна. Можно ли зачать, выносить и родить здорового малыша в зрелом возрасте? Труднее ли с годами стать мамой? Поделюсь своим врачебным мнением и расспрошу коллег. Жалуйтесь мне, это бесплатно и анонимно. Сегодня отвечаю на вопросы телезрителей и расскажу, где их можно задать. Засиделись? Поможем взбодриться и заодно укрепить организм в нашей рубрике «Фитнес на дом». И обязательно пройдёмся по новостям медицины. Плохо себя чувствуете? Или проблемы со здоровьем у близких? С такими личными вопросами всегда легче обратиться к знакомому доктору, который в неформальной обстановке объяснит, успокоит, посоветует. Для вас таким доктором ставлю я, врач-гинеколог-эндокринолог Анастасия Долгих. Мне можно пожаловаться на любые медицинские проблемы. Присылайте свои вопросы в мессенджеры по номеру телефона, он на ваших экранах. И я отвечу на них по времени эфира. Это бесплатно и анонимно. Также можете сканировать QR-код. Для этого просто откройте камеру телефона и наведите на него. Код расположен внизу экрана, и вы перейдёте в наши соцсети, там тоже можете оставить сообщения. Сегодня ответим на некоторые ваши сообщения. Возможно, среди них есть ваш вопрос. Итак, первый вопрос. Вопрос очень интересный. И первое, о чём можно подумать, что у ребёнка развивается компульсивное расстройство. То есть что это значит? Внутри нарастает тревожность, и человеку нужно постоянно чем-то себя занимать. Это могут быть и мысли, и действия. То есть у него постоянно возникают мысли о том, что он может где-то испачкаться, чем-то заразиться, и ему постоянно нужно мыть руки. Поэтому я бы посоветовала маме с ребёнком обратиться к детскому психологу и обсудить именно вопросы его безопасности и снизить уровень тревоги. А так мыть руки – это прекрасно, и ковид нас всех научил этому. Часто мыть руки – это хорошо. Я беременна 10 недель. Подскажите, можно ли мне пить омега-3 жирные кислоты? Прекрасный вопрос. Омега-3 жирные кислоты не только можно принимать, а нужно принимать. Потому что две кислоты, которые являются незаменимыми жирными кислотами и входят в состав биологически активных добавок или лекарственных препаратов омега-3, они показаны во время беременности, потому что эти кислоты помогают нервной системе плода сформироваться максимально корректно, в особенности зрительному аппарату и сетчатке глаза. Поэтому принимайте, пожалуйста, проконсультируйтесь в дозировке и препарате со своим лечащим врачом. Как вы относитесь к БАДам? Увидела рекламу, хочу заказать для укрепления иммунитета, но цены кусаются. Стоит ли брать и будет ли результат? Тоже очень интересный вопрос. И тема требует действительно обсуждения. Биологически активные добавки – это отдельный вид товаров, это не лекарственные препараты. И они могут быть назначены не только лечащим врачом, то есть пациент сам может для себя приобрести эти позиции. Здесь самый главный вопрос в том, чтобы вы не пили всё подряд, то есть не нужно принимать всю таблицу Менделеева, это очень важно. Лучше воспользоваться помощью специалиста в этом вопросе. Можете обратиться, если есть докторов, то это терапевты и эндокринологи. Также могут помочь в этом вопросе диетологи. Ну, в принципе, я думаю, что любой врач будет компетентен. Проблема номер два – это то, что на рынке сложно сейчас найти достаточно чистые препараты. И сейчас очень многие пациенты заказывают БАДы и даже лекарства некоторые на маркетплейсах, чего, конечно, делать крайне нежелательно. Выбирайте зарегистрированные и лицензированные позиции, которые изготавливаются из чистого и проверенного сырья, и всё будет хорошо. Потому что действительно сейчас в межсезонье, и было бы очень полезно добавить витамин D после соответствующей диагностики, и витамины группы В, витамин С, омега. Ну, только, пожалуйста, индивидуальные дозировки уточняйте у своего лечащего врача. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Нам пишет девушка. Интересуется, в какое время суток лучше иметь физическую активность. Наиболее подходящим временем является промежуток с 14 до 17 часов. В это время наши мышечные волокна максимально активны и могут дать самый эффективный ответ на тренировочный процесс. Всем привет! Меня зовут Наталья Слит. Я являюсь сертифицированным тренером по кроссфиту и функциональному тренингу. Сегодня я покажу вам одно прекрасное упражнение для жиросжигания и три его вариации в зависимости от вашей физической подготовки. Итак, это упражнение бёрпи. С чего начнём? Мы пойдём от простого к сложному. Первое. Наше стартовое положение. Мы ставим ноги на ширине плеч. Пресс у нас подтянут, живот не вываливаем. Мы наклоняемся вперёд, ставим руки. Также старайтесь так, чтобы у вас опоры были на все пальцы. Делаем отшаг одной ногой, второй ногой. Фиксируемся на одну-две секунды. Подшагиваем, возвращаемся обратно и выпрямляемся. Второй вариант. Мы добавляем отжимания. То же самое. Стартовое положение у нас остаётся таким же. Мы наклоняем корпус вперёд, ставим руки. Отшагнули одной, второй ногой. Опустились. Коснулись полностью пола. Выпрямились. Подшаг одной, второй. И выросли. И третье упражнение – это для самых подготовленных. Мы будем делать его с отскоком. То есть поставили руки, отпрыгнули, опустились. Подпрыгнули и вернулись. Основные ошибки при выполнении упражнения. То есть, когда мы фиксируемся в положении планки, очень часто здесь мы проваливаемся в тазу. Этого делать не нужно. Пресс напрягаем. Копчик подкручиваем. Следующее. Стараемся подшагивать в этом положении на полную стопу. Но если нам не позволяет мобильность тазобедренного сустава, то здесь вы можете просто подтянуть ноги и выпрямиться. Устройте себе челлендж. Выполняйте по 10 повторений каждый день, переходя от более простой вариации к более сложной. Будьте здоровы и занимайтесь своим телом. Всего хорошего. Предложенные упражнения мы повторять в студии не будем, потому что у меня собьется дыхание. И я как раз хочу вам предложить подышать. Поместите предплечье сбоку от вашего корпуса. Соедините большие указательные пальцы. Безымянный средний мизинец держите в натяжении. Вот такая позиция. Выпрямите спину. Потяните с макушкой наверх. Взгляд сконцентрируйте на кончике носа. Можете закрыть даже глаза. Делайте глубокий вдох через нос. И медленный выдох через рот. Снова медленный вдох через нос. И выдох через рот. Давайте сделаем последний раз. Спасибо вам за то, что дышали вместе со мной. Это прекрасное упражнение, дыхательное упражнение для того, чтобы успокоиться, привести свою нервную систему в баланс. Я предлагаю вернуться к нашей рубрике и разобрать еще несколько вопросов. Следующий вопрос. Какой промежуток должен быть между родами? Есть замечательный термин, очень красивое слово, интергенеративный промежуток. Этот термин отражает промежуток между родами у женщины. И составляет он, должен составлять, от двух лет. Вот считается, именно такое количество времени нужно для того, чтобы женщине полностью восстановиться. Друзья и близкие говорят, что у меня испортился характер. Действительно, я все время в плохом настроении, хочется плакать, срываюсь без повода, вне зависимости от цикла. К какому специалисту обратиться и какие анализы нужно сдать? Первое, что нужно сделать, это отдохнуть. Потому что, прочитав этот вопрос, у меня сразу возникло ощущение, что женщина очень устала и очень утомилась. И, конечно, такие комментарии от друзей и близких расстраивают ее еще больше. Возможно, в такой ситуации нужно не постесняться и сказать, что мне сейчас плохо, дорогие любимые люди. Поддержите меня, потерпите меня, а я пока займусь вопросами своего здоровья. И физического, и ментального. Поэтому я бы рекомендовала обратиться к эндокринологу, проверить обязательно функцию щитовидной железы, оценить уровень железа в организме, уровень витамина D и хорошенько отдохнуть. Я думаю, что мы можем перейти к следующему вопросу. У меня не растут волосы, растают до определенной длины, а дальше рост прекращается. С чем это может быть связано? Если вопрос не касается выпадения волос, а именно их замедленного роста, то, возможно, эта проблема связана с тем, что волосы у вас обламываются. Я не знаю, окрашены они, и как вы за ними ухаживаете, но я бы обратила прежде всего на это внимание. Если волосы ваши не выпадают, то есть вы не теряете в день более чем 100 волос, 100 волосинок, то, в принципе, к трихологу вам обращаться не обязательно. Но вы можете сделать это для более широкого понимания вопроса. На что стоит обратить внимание, если бы вы хотели биохимически поддержать себя и ускорить темпы роста своих волос? Прежде всего, это здоровье щитовидной железы, потому что именно гормоны щитовидной железы отвечают за качество, скорость роста наших волос и низкие темпы их выпадения. Поэтому обязательно нужно посмотреть уровни гормонов щитовидной железы и при необходимости принимать йод. Напомню, что мы живем в йод-дефицитном регионе, и гипотириоз является эндемическим заболеванием. Эндемический – это значит свойственный для данной территории. Поэтому дефицит йода встречается у нас очень часто. Также важно обращать внимание на дефицит железа, поэтому нужно полный спектр обследований пройти, посмотреть общий анализ крови, ферритин, трансферин, и железосвязывающую способность. И если все-таки показатели находятся ниже срединного референса, я бы рекомендовала восполнить, и тогда, возможно, ваши волосы будут густые и шелковистые. Это программа «За здоровье». Впереди обсуждение темы этого выпуска «Поздняя беременность». Сразу после блока новостей обсудим, как зачать, выносить и родить здорового малыша, а может быть и двойни в зрелом возрасте. Дождитесь! В Ипатовском округе ремонтируют фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ставропольского края. На данный момент работы идут в ФАПах сел Лесная дача и Красная поляна, поселка Винодельнинский, хутора Мелиорация. Каждый из отремонтированных ФАПов будет оснащен современным медицинским оборудованием и предложит широкий спектр медицинских услуг, включая профилактику и лечение различных заболеваний. Сельские жители смогут получать медицинскую помощь и консультации не только по необходимости, но и профилактически у себя дома. Можно назвать это своего рода диспансеризацией местного населения. Ставропольские медики разных специальностей провели лекции о здоровом образе жизни для более чем 3700 школьников. Всего для учащихся школ провели 49 занятий. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Ставропольского края. Темы занятий были самые разные – от основ правильного питания до профилактики инфекций, передаваемых половым путем из-за разных кожных заболеваний. Лекторами выступили главные внештатные специалисты – наркологи, дерматовенерологи, инфекционисты, гинекологи и урологи, андрологи – сотрудники Центра репродуктивного здоровья. В Кисловодске строится новый четырехэтажный корпус городской больницы. Заход работ проинспектировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В новом корпусе разместят операционный блок и приемное отделение. Владимир Владимиров отметил, что действующее здание больницы нуждается в капитальном ремонте. Он поручил подготовить проектно-сметную документацию на ремонтные работы. К вопросу капремонта вернуться после введения в эксплуатацию нового корпуса. Завершена прокладка внутренних инженерных сетей. В разгаре отделочной и малярной работы идет подготовка помещений к монтажу медицинского оборудования. Установим самое современное и высокотехнологичное. Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, теперь у наших телезрителей есть возможность задать свой вопрос в мессенджерах по номеру, указанному на экране. А я озвучу ответ в ближайших эфирах. Ну а мы подошли к обсуждению темы нашей программы – поздняя беременность. В наше время все больше женщин, которые рожают после 35-ти, и с каждым годом их количество увеличивается. Кто эти женщины? В чем плюсы и минусы позднего материнства? Об этом и не только гость нашей студии Виктор Алексеевич Аксененко. Виктор Аксененко – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края. Помог стать мамами сотням женщин. Виктор Алексеевич, ну я хотела бы задать первый вопрос. У нас есть два таких стакана. И тема нашей сегодняшней программы – беременность 40+. Вот мы с вами понимаем примерно, о чем сейчас пойдет речь. Но наши телезрители, возможно, не догадываются. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой аллегории. Ну, аллегория, наверное, скорее всего, это яичники, фолликулы в яичнике. Женщины в возрасте до 35 лет – это после 40-45 лет. Вообще-то третий стакан бы нужно было после 52-55, он вообще должен быть пустой. И вот такое, да, аллегория вполне закономерна. И мы сегодня об этом поговорим. И какие риски несут такое снижение функции яичников у женщин после 35-40 лет. Виктор Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот все-таки какой временной рубеж считается поздней беременностью сейчас? Ну, еще 10 лет назад в России это было 30 лет. Ну, на сегодняшний день, как и в всем мире, это 35 лет. Почему 35 лет? 35-37 лет как бы начинается снижаться функция яичников. Она медленно снижается, но это уже влияет на функцию репродукции или воспроизведения. То есть беременность наступает реже, риска сложнее, не больше. Поэтому 35 лет выбран как граница возрастная, которая указывает на снижение функции яичников. Раньше считалось, что оптимально роды до 20 лет – это первые роды, 20-25 – вторые, до 33-ти, ну, а там уже четвертые роды и пятые роды, возможно. Возможно, количество женщин, у которых, которые рожают много детей, возросло, и поэтому они иногда рожают там четвертого, пятого, шестого ребенка уже после 35-40 лет. И таких пациенток у нас в крае становится все больше. Много рожавших и в возрасте. Это тоже интересная тенденция, о которой мы сегодня там у нас в плане мы не говорим, но это развитие происходит. В начале 20-го века количество родов у женщин было 5, 6, 7, 8 родов. Это было нормой. У моей бабушки было 8 детей. У меня двое. И поэтому это серьезная проблема. Чем старше женщина, тем серьезнее проблема. Но об этом мы поговорим чуть позже. Виктор Алексеевич, вот если вернуться к стаканам, да, вот бывают такие ситуации, когда женщине еще не 35-ти, а ситуация, она вот прям такая, как в 40 или хуже. Что вы можете посоветовать женщинам, которые сейчас на рубеже, скажем так, 35-ти лет, но еще пока не готовы осуществить свои репродуктивные планы, чтобы все-таки сохранить этот овуляторный резерв? Ну, есть разные варианты. Дело в том, что природой предусмотрено практически тысячекратный запас яйцеклеток. У ребенка внутриутробного у девочки 300 тысяч яйцеклеток. Ну, рождаются, конечно, значительно меньше, почти там в 2-5 раз меньше яйцеклеток. Но женщине нужно за ее жизнь 400 яйцеклеток. Представляете, 400, а запас у новорожденной девочки 300 тысяч. Запас огромный. Но иногда происходит угнетение продукции фолликулов, а иногда и вмешиваются различные заболевания. Ну, например, опухоли яичников. Сейчас очень много эндометриоидных кист, опухоли яичников, молодых женщин, девочек, и приходится удалять, например, яичник или его резерцировать. Снижается, называется овуляторный резерв. Снижается количество фолликулов яичники, и тогда количество фолликулов, необходимых для беременности, значительно уменьшается. Ну, и с возрастом происходят их атретические изменения, и, опять же, резервные возможности значительно уменьшаются. А после 35-ти есть такой анализ антимюллеров гормон. Женщина должна делать после 35-ти его обязательно, или если у нее были оперативные вмешательства на яичниках, также она должна сделать этот анализ. Он позволяет оценить эвуляторную функцию яичников. Если он меньше единицы, то уже снижена функция яичников, и это уже может быть проблемой. Виктор Алексеевич, ну, все-таки, система организации здравоохранения в нашем крае позволяет женщинам беременеть после 35-ти лет. И даже если есть какие-то вопросы экстрагенитальной патологии, потому что уровень оказания помощи достаточно высокий. И хочется все-таки поменять вот это отношение, типа старородящая, такое страшное некрасивое слово, на женщину, которая просто требует к себе большего внимания. Термин старородящая вообще в акушерской практике не применяется. И этот термин, ну, говорит, просто, если врач его употребляет, то одни грамотности врача. Такой термин старости, беременности, это термины несовместимы. Возрастная первородящая, да. То есть женщины старше 35 лет, это возрастная первородящая. Еще раз скажу, почему выделяют именно эту категорию. Ну, во-первых, заболевания увеличиваются. Мы говорили, сердце, легкие почки, головной мозг. Во-вторых, накапливается гинекологическая патология. И третье, что тоже очень тревожно, уже после 30 лет есть риск хромосомных аномалий. То есть рождение детей с синдромом Дауна, Потау и так далее, который риск нарастает. И к 40 годам он увеличивается вдвое по сравнению с женщинами до 30 лет. То есть этот риск тоже нужно учитывать. И нужно предупреждать женщинам об этом, что есть риск рождения детей с хромосомными аномалиями, вообще аномалиями развития детей. И поэтому мы всегда говорим, когда женщина старше 30-35 лет, не говоря уже старше 40 лет, что у них должно быть обследование перед беременностью, если она ее планирует. И проводиться должна прегравидарная подготовка. То есть мы должны вызвать компенсацию заболеваний сердца, почки, легкие, чтобы она не вступила в беременность в стадии нарушения функций этих органов. Должно быть нарушение. Первое – это совместно с урологами, нефрологами, кардиологами, пульмонологами. Мы решаем эти вопросы, и все вопросы решаются у нас в Старопольском крае. Второе – это предупредить развитие, например, пороков центральной нервной системы, например, применения фолиевой кислоты. Ну и часто после 35 лет, мы уже говорили, снижается функция яичников и уменьшается количество прогестерона, который способствует и возникновению беременности, и ее сохранению. Поэтому применение препаратов прогестерона, фолиевой кислоты в сочетании с необходимыми препаратами для экстрагенитальной патологии. Ну, еще у нас существует система, охватывающая практически 90% всех беременных. Это скрининговое обследование в 10, 14, 18, 20 недель. Для чего это нужно? Именно в этой группе, группе возрастных первородящих, мы пытаемся обнаружить хромосомные аномалии. Если мы их обнаруживаем, то решается вопрос о прерывании беременности. То есть это пределы 12 и 14 лет? Конечно, дополнительное обследование, подтверждение диагноза, делается хорион биопсия, определяется кориотипу плода. И если мы обнаруживаем хромосомные аномалии, значит, не предлагается прерывание беременности. А какая у вас была максимально возрастная пациентка? 54 года. Там была серьезная ситуация, когда в катастрофе погибли у нее дети, и у нее повторный брак. И с помощью ЭКО она забеременела. И вот решили, хороший ребенок, уже лет 12 этому ребенку. Последнее, две недели назад, кислоречения, 48 лет, кстати, первая беременность. Много было операций, эндометрионная киста, спаечный процесс, имеется заболевание вен, варикожное нарушение вен нижней конечности и малого таза. То есть она приобрела уже. Но там длительное бесплодие, 12 лет лечили, в конце концов получили беременность, вот она была рода разрешена. Это было две недели назад. Таких пациенток очень много. Сейчас очень много и много рожавших стало, почти в два раза больше, чем это было 20 лет назад. Вот 90-е, 2000-е годы, это была катастрофа. И стало больше женщин, которые рожают после 35-40 лет. Еще раз, для них проблема в том, что они должны раньше прийти к врачу-гинекологу и планировать эту беременность. Врач-гинеколог скажет, что нужно делать, как нужно делать, какое обследование необходимо выполнить. Спасибо, Екатерий Алексеевич. Скажите, пожалуйста, нам поступил один вопрос интересный и просят объяснить, что такое фертильность. И всегда ли она одинакова? 25, 30, 35. Мы, в принципе, уже рассказали, объяснили и могли услышать ответ на этот вопрос. Ну, фертильность – это возникновение беременности. И фертильность максимально до 25 лет. Несколько ниже 25-30 лет, и, конечно, снижается после 35 лет. И женщины, как одна мне сынка рассказывала, она говорит, у меня такое впечатление, что он может на меня посмотреть, и я уже беременею. То есть, занимается половой жизнью, если не предохраняется, тут же возникает беременность. И если наоборот, когда уже после 35, это может быть и год, и два, уже возникает бесплодие, и иногда возникает чуть позже беременность. Беременность, там был вопрос где-то, даже немного странный, может ли возникнуть беременность в менопаузе. Естественная беременность – нет. Что такое менопауза? Это резкое внесение функций яичников, резкое снижение уровня эстрогенов. И непрактическое отсутствие овуляции. Там фолликулы, единичные фолликулы. До стадии зрелого фолликула они не доходят. Можно добиться созревания фолликула? Можно. Применять гормональный препарат. Нет условий для того, чтобы… Нет, нет условий. А можно добиться? Можно. Искусственно добавить эстрогены. То, чего не хватает. Искусственно добавить прогестерон и стимулировать овуляцию. Тогда мы получаем овуляцию у этой женщины в менопаузе. И, возможно, беременность. Но самостоятельная беременность в менопаузе невозможна. Но и вынашивание всех этих женщин сопровождается высокими рисками. И выкидышами до 12 недель, до 22 недель. И преждевременными родами с 22 до 37 недель. И осложнениями в родах. И говорят, что женщины после 40 рожают легче. Ничего подобного. Легче они не рожают. И тоже были вопросы о том, что как влияет беременность. Что есть мнение, что беременность благоприятно влияет на женщин старше 40 лет. Ну, трудно сказать, что влияет благоприятно. Но, тем не менее, это увеличение уровня гормонов. Что благоприятно влияет, конечно, на кожу. В первые 20 недель, даже если гипертоник, то даже снижается артериальное давление. Но это высокая нагрузка на сердце, на почки, на легкие. Но изменяется минеральный обмен. Потребляется большое количество кальция, например. Необходима фолиевая кислота, гормоны щитовидной железы. Все это дополнительная нагрузка. Совсем другая субкомпенсация. Поэтому, может быть, даже такая стадия субкомпенсации, даже срыв функции этих органов. Поэтому это требует очень тщательного наблюдения. С другой стороны, пока женщина унашивает 9 месяцев, потом она будет кормить 6 месяцев. Не будет овуляции. Не будут тратиться фолликулы во время менструальных циклов. Таким образом, немного сохраняется функция яичников. Это как бы продлевается их функционирование. Стратегия против старения. Антиэйдж. Естественный. Ну, вот это в небольшой степени. В определенной степени это тоже имеет значение. Кстати, подобный эффект имеется при применении гормональных контрацептивов. Мы прекращаем овуляцию. Сохраняется овуляторный резерв. И в последующем эти яичники в большей степени сохраняются при дальнейшей жизни женщины. Если женщина грамотная, она может использовать гормональную контрацепцию. Сохраняются фолликулы. Уменьшается риск, например, рака, эндометрия, рака, яичник. Почти в два раза, если женщина применяет больше года гормональные контрацептивы. Но это отдельный разговор. Отдельный разговор. И там очень много будет вопросов. Я сразу хочу спросить у вас. Сразу у меня вопрос. Если долго принимать контрацептивы, тоже достоверно известно, что у женщин снижается уровень тестостерона. Что нарушается ароматизация тестостерона в эстрогене. Появляется целлюлит. У меня много пациенток. Они профессиональные спортсмены. И вот они хотят и контрацепцию, и качество тела. И вот мы нашли такое исследование. И действительно таких пациентов очень много. То есть вопрос качества жизни. Немного отдельный вопрос. Но прием препаратов тоже должен быть индивидуален. И разные женщины по-разному переносят гормональные контрацептивы. Организм же реагирует. Мы даем им эстрогены и прогестерон. И организм будет реагировать и на то, и на другое, которое вводится извне. Особенно в контрацептивах есть синтетические эстрогены. То есть он, этот синтетический эстроген, он чужероден для организма. И организм его пытается вывести. То есть возникают определенные изменения. Вопросы рецепторов. Да, поэтому обычно я рекомендую, если я назначаю гормональную контрацепцию или с целью действительной контрацепции, или используя их еще побочные эффекты, регуляции менструального цикла, то первые три месяца женщина должна посетить врача. И поэтому, если женщина предохраняется, допустим, до 35 лет, она все равно должна наблюдаться у врача. Она должна прийти к гинекологу через три месяца, через полгода, сказать свои жалобы. Она должна контролировать свой вес, хотя современные контрацептивы не дают прибавку веса. Если женщина использует послеродовую контрацепцию, после, там, вот она родила в 40, 42, 45 лет, и она, может быть, и планирует еще, но пока ей нужно предохраняться от беременности, можно использовать специальные контрацептивы, которые созданы для женщин послеродов. Тут вариантов... Чтобы сохранить лактацию. Да, вариантов очень много в контрацепции. Но еще раз, это индивидуальное отношение. Это совет с врачом, акушер-гинекологу. Он обязан знать вопросы контрацепции, поэтому грамотный врач всегда даст совет. И главное – динамическое наблюдение. Если есть наблюдение, если женщина готова посещать гинеколога, и мы сегодня поднимаем этот вопрос очень много раз, все женщины 35 лет, ну и особенно после 35 лет, они должны прийти к гинекологу, оценить свое здоровье. И гинеколог направит уже или к терапевту, если выявляются какие-то заболевания, к урологу, нефрологу и остальным специалистам. Но мы это уже обсуждали. Главное, чтобы у женщин было желание посетить врача. Виктор Алексеевич, давайте поговорим об ЭКО. Ваше экспертное мнение по поводу данного вида помощи женщинам? Плюс 35 на этапе зачатия. Это очень эффективный метод возможности в женщины забеременеть при ситуациях, которые 40 лет назад женщинам говорили, что возбеременности быть не может. И на сегодняшний день появились все возможности для того, чтобы женщина забеременела. И таких пациенток у нас с каждым годом все больше и больше. У нас более 2-2,5 тысяч ЭКО. У нас высокий процент зачатия. Почти 40% женщин беременеют после экстракорпорального оплодотворения. Это женщины, у которых другие методы лечения бесплодия оказываются неэффективными. Ну или тогда, как мы, женщины, говорили, переменопауза или менопауза. Возникла ситуация, когда она хочет иметь беременность. Это возможно, хотя шанс значительно меньше, чем у женщин до 40, до 35, до 40 лет. Конечно, это не приговор. Приговор может быть тогда, когда удалена матка. Да и то, опять же, это не приговор. Если остались яичники, можно взять яйцеклетку, оплодотворить яйцеклетку и подсадить женщину. Называется суррогатная беременность. Возможно, возможно. Иногда это делают близкие родственники. То есть уже больше, да, вопроса этики. А экстракорпоральное оплодотворение мы применяем все чаще и чаще. У нас таких центров, активно работающих, 5 центров. Ведущие центры, которые самые старые, которые работают у нас, это диагностический центр и перинатальный центр на Лермонтово. Очень хорошие результаты. Хорошо работают репродуктологи, биологи, бриологи. И получают очень хорошие результаты. А дальше работают, ведь смысл экстракорпорального оплодотворения. Экстракорпоральное вне тела. То есть берут у женщины яйцеклетку в тем биопсии. У мужчины, естественно, берут сперматозоиды. Затем оплодотворяют яйцеклетку. И когда яйцеклетка оплодотворена, ее подсаживают в матку. И дальше эндометрий уже готов. То есть матка готова к беременности и развивается беременность. И дальше репродуктологи передают уже гинекологам. Обычно ЭКО, все-таки наблюдение в стационарах, женских консультациях, вернее, третьего уровня. И вот туда передают этих беременных. Там гормональная поддержка. Там риск невынашивания достаточно высокий. Поэтому за ними нужно тщательное наблюдение. И совершенно другой объем обследования этим пациенткам. И родоразрешение тоже этим пациенткам может быть разное. Чаще выполняется кесарево сечение. Почему? Ну, потому что это длительное бесплодие. Потому что имеются какие-то заболевания. Потому что были уже операции на матке. И в этих случаях мы предпочитаем выполнять кесарево сечение. Так как высокий риск осложнений для матери и плода. Виктор Алексеевич, скажите, пожалуйста. Но все-таки есть сейчас такая тенденция, что показанием для ЭКО все чаще становится именно только трубноперитониальный фактор. Что эндокринологического бесплодия становится меньше. Ну, эндокринное бесплодие, опять же, может быть разного происхождения. Ожирение, гипотириоз. Вот эти вещи, что они сейчас намного лучше компенсируются, чем… Нет, это сейчас корригируется. Есть методы лечения, даже включая хирургическое лечение, то же самое ожирение. А трубноперитониальное бесплодие, оно остается самым частым показанием к экстракорпоральному плодотворению. Да, другие гормональные причины, мы же все это корригируем. Если бы у нас было ожирение, одно из показаний кесарево лечения, практически 30% беременных имеют избыточную массу тела. Поэтому это кесарево лечение тогда будет чаще. Нет, мы говорим про ЭКО. И ЭКО то же самое. Нет, беременные есть морбидное ожирение, то есть, которое связано с питанием, другими причинами. А есть гормональное ожирение, которое связано с различными эндокринными нарушениями. Например, при сахарном диабете часто бывает ожирение. При гипотириозе бывает часто ожирение. И ряд других заболеваний. Коррекция этих заболеваний, того же сахарного диабета, плюс питание, плюс диеты, плюс физическая нагрузка. И мы получаем уже значительное снижение веса. И на фоне снижения веса эти женщины прекрасно беременены. Не дожидаясь вступления в свой протокол. ЭКО, они сами беременны. У нас много женщин, которые сбросили вес, 15-20% веса. Но это работают диетологи, должны работать. Здесь очень серьезная работа. Просто так самой это делать тоже нельзя. И снижение веса приходит восстановление овуляции и самостоятельная беременность. Виктор Алексеевич, озвучьте, пожалуйста, три главные рекомендации для наших слушательниц 35+, чтобы сохранить свое репродуктивное здоровье. Первая рекомендация – любить себя. И что такое любить себя? Это относиться к себе, к своему здоровью очень внимательно. Это и физическая нагрузка, это отсутствие курения, уменьшить потребление алкоголя. И поэтому я говорю – любить себя. Вторая – это иметь контакт с кушером-гинекологом, вообще с врачами. Некоторые не любят врачей, не хотят к ним ходить, не хотят в очередях. Но сейчас уже электронная запись, сейчас возможности попасть к врачу значительно больше. И поэтому это, конечно, общение с врачом. Ну и третье – женщина должна для себя взвесить, что ей лучше – быть начальником, где-то руководителем, быть социально, занимать высокое положение, но не иметь беременности, или на какой-то период все-таки решить вопрос о том, что вам сначала нужна беременность, а затем уже подтверждать свой социальный статус и дальше работать. Хорошо иметь план «Б». У нас очень много женщин, вот я знаю врачей, в коллективах я курирую оба перинатальной центра, четверку выезжаю по краю, у меня очень много врачей, которые, ну, знаете, там, заведующие отделением. Вот она говорит, выключите, ну, я сейчас забери меня, уйду в заведование, потом я не восстанавливаюсь. Ничего подобного. Уходят с заведования. Когда она стала заведующей, значит, высокий уровень. Она родила, через 2-3 года возвращается, становится снова заведующим. Я таких примеров могу привести много. Тут же не теряется интерес к профессии, интерес к жизни. Это на примере врачей. То же самое можно говорить и на примере других специальностей. Менеджеры, руководители среднего и высшего звена. Виктор Алексеевич, благодарим вас за эту замечательную беседу. Мне было очень интересно и нашим телезрителям тоже. Ощущение полноты длится 9 месяцев. Но радость от того, что ты стала мамой, длится вечно. Это была программа «За здоровье». Берегите себя и оставайтесь на своем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин